Привет, друзья! С вами ваш любимый сериал. Мы разговариваем про квартиру, дом, мечты, у кого что есть, у кого на что хватает денег. Это я, Сергей Король, редактор. Я бедный раб текстовый, человек клавиатуры у Станислава Орехова, миллионер, дизайнер, преподаватель, инфобизнесмен. Все это не так сказал. Счастливый, смотри, какой, довольный, отъедный. Да, слушай, по мне видно, как будто бы ты мне предоплату заплатил, но это правда так было. Вот, собственно, спасибо, что смотрите нас. Значит, не зря мы созваниваемся с Станиславом и прикасаемся к его мудрости дизайнерской. Мы снимаем что-то вроде сериала, мы снимаем серию видео о том, как создать интерьер, квартиру своей мечты, если вы вообще ничего об этом не знаете. Здесь в роли такого нуба выступаю я, потому что я живу в съемном, я делал когда-то ремонт практически своими силами. Вот, и у меня до сих пор есть вопросы, потому что мне рано или поздно придется свое гнездышко видеть, и Станислав мне как бы помогает, а в моей роли и вы тоже присутствуете. Мы уже сняли два видео, обязательно их посмотрите. А сегодня мы будем говорить о страхах и мифах заказчика относительно дизайнера и его работы. Давай. Готов, Станислав? Конечно, конечно. Слушай, давай вот с чего начнем. Мне кажется, я по себе чувствую, что многие люди вообще не очень понимают, ну мы с немножко поговорили, что дизайнер делает, но есть какое-то ощущение, что это какой-то творческий человек, что-то из мира миллионеров, он там придет, как-то что-то придумает. И вообще вот что по этому поводу скажешь? Ну да, есть такие люди, которые из жизни миллионеров придут, что-то поделают. Ну а в жизни обычного человека тоже дизайнер есть, может быть. Смотри, ну это как повар, да? Вот какой повар бывает? Бывает повар там в кафе, в забегаловке, также ты можешь быть сам себе поваром, когда ты яичницу жаришь на кухне. И второй вариант, когда ты приходишь там в мишленовский ресторан, ты его на слышке знаешь, и вот там кайфуешь, проедаешь всю зарплату за месяц. Это правда. Вот, соответственно, просто по-разному бывает. А ты какой повар, Станислава, признайся? Ты из мишленовского больше? Ну, наверное, хотелось бы. Я понял. Слушай, а вот смотри, вот мы немножко говорили, что дизайнер может, он берет деньги там за квадратные метры. Это может там дизайн стоить там 2000-3000 рублей за квадрат. Ну да. Ну типа у меня 100-метровая квартира, и я отдам там 300 тысяч дизайнеру за работу. Ну да, это минимум, как бы такой нормальный. Минимум. Ну, скажем так, это там разумный, как вот, даже не бизнес, эконом плюс, можно так сказать. Бизнес минимум. Если с автомобилем, это, не знаю, что там, корейский автомобиль, можно так сказать. Я понял. Слушай, а я вот ради интереса зашел в ВКонтакте, написал дизайн интерьера, там написано вот 500 рублей за квадратный метр. Ну, есть люди, которые тебе сами даже заплатят, чтобы на тебе потренироваться. То есть это же отличный кейс. То есть ты платишь, а человек получает портфолио себе. Ну, а как еще? Ну, смотри, конечно, когда ты, если человек получает больше денег, ну, больше денег, да, соответственно, он более востребованный. То есть он может стоимость называть. Почему востребованный? Ну, потому что, наверное, он эксперт-профессионал. Соответственно, есть новички, которым никто не дают. Получается, это очень неравноправно. То есть кто-то делает за 500 рублей, и у них нет заказов, например. И, значит, поэтому они за 500 делают. Как только у них заказы появятся, они будут делать за 1000, за полторы и так далее. А кто-то делает там за 5, а к ним очередь. Почему? Ну, очевидно почему. Потому что у одних есть кейсы отзыва, результата, и они профессионалы, а другие пока нет. Поэтому ты сам себе выбираешь. Ну, то есть человек-то хочет обманываться. Почему происходит так, что дешевых выбирают? Ты смотришь, и ты не видишь разницы. То есть ты поешь гамбургер в Макдональдсе, да, и ты ешь, типа, вкусно, классно, солененькое, остренькое, классно. Наелся. А когда ты поешь гамбургер там за большие деньги, в разы, да, типа, за тот же самый вроде. Но ты не ощущаешь вкуса. Вот люди, они изначально не ощущают вкуса. Они не понимают качество. Это не плохо, не хорошо, просто они не знают, они не знакомы. Вот, соответственно, кто-то покупает дешевое и радуется. Ну, нормально, окей. Слушай, погоди, а вот в твоей метафоре, а если человек не понимает разницы, стоит ли ему обучаться и понимать, что там есть дизайн за 3000 за квадрат, если ему за 500 рублей норм? Нет, если задачи нет, мы говорили, по-моему, в предыдущих выпусках об этом, что если тебе окей, ты можешь сам сделать, то есть ты можешь даже себе изначально даже подготовить самостоятельно и не обращаться никому. То есть ты даже, скорее всего, лучше сделаешь, если ты будешь для себя делать, если ты посвятишь этому время. Но вопрос, как бы время-деньги, да, и если ты будешь сам делать, то ты точно сделаешь лучше, чем тебе дизайнер сделает за 500 рублей. Ну, просто в силу того, что он там ошибок больше наградит, а ты будешь себе больше посвящен. Но если ты хочешь качественно определенное, ты понимаешь, что тебе не хватает какого-то опыта, навыков для того, чтобы соединить там несоединимые вещи, для того, чтобы проработать какие-то там конструктивные моменты, планировку сделать. Ты просто не видишь, ты не знаешь эти решения, ты не знаешь там, что надо поперчить, посолить, ну, если с едой говорить. Вот, и, соответственно, тебе нужен кто? Повар, кто сделает. Вот, так же и дизайнер. Как только ты понимаешь, что тебе чуть-чуть чего-то не хватает, недостаточно, ты обращаешься к эксперту и платишь ему, ну, уже деньги. Скажи, а всегда ли вот стоимость работы дизайнера напрямую коррелирует с его качеством? Нет, не всегда, потому что может молодой начинающий дизайнер, который работа не стоит 500 рублей даже, и гнать его тряпками нужно. Но он сделает хорошую рекламу, сделает лендинг и напишет, что он суперэксперт, и многие люди на это поведутся. То есть, как и в природе, есть такие хамелеоны, которые окраску себе меняют, и таких много, потому что их учат на курсах привлекать внимание, их учат продавать. Они продавать научились, люди не умеют покупать, они верят сладким сказкам, отзывам и, соответственно, обжигаются. Поэтому надо быть предельно внимательным, чтобы отличить шарлатана, либо начинающего, от того, кто на самом деле. Вот как? Скажи, куда смотреть? Ну, мы тоже это уже обсуждали, на что смотреть, надо не то, как он рассказывает, а посмотреть, что он делал, посмотреть конкретные результаты, какие у него есть. Поспрашивать, как он решает задачу. Не как он, как должно быть. Потому что многие начинают пересказывать, допустим, пересказ книги или лекции. Давайте, вот как мы будем делать? Они тебе рассказывают теорию из книги, они могут ее выучить отлично, как попугайчики. А когда ты конкретно скажешь, хорошо, а что ты делал? Вот расскажи, что ты конкретно делал, какие у тебя там были проблемы, с чем ты сталкивался, какие были ситуации, как ты их решал, все ли у тебя было гладко. Вот если у него все было гладко и все было классно, да, то, ну, скорее всего, стоит задуматься, да, если есть какие-то проблемы, то есть это один из показателей, да, то расскажи о них, как ты их решал. И само наличие проблем, это не является, ну, как бы, проблемой. Являются проблемой отсутствия проблем, это первое. И второе, что человек не знает, как их решить. То есть самое клевое, когда проблемы были, это значит, что он опытный и как он их решал. То есть это нормально, значит, потенциально он сможет и твои решить. А они точно будут. То есть не нужно стоить себе иллюзий, что вот ты как в магазин сходил за хлебом, сделал дизайн. Нет, проблемы будут. Вопрос, что кто будет их решать, ты будешь бегать, либо человек будет заниматься. Если заниматься, то за какие деньги и с каким энтузиазмом? Я понял. Ну, это один из критериев, там их на самом деле много. Вот если мы будем тогда писать главу по этой теме, да, я там тебе другие темы накидаю и как-то их расшифрую. То есть, ну, много всего на что смотреть. Можно отзывы посмотреть, ну, то есть связаться. Я когда выбирал себе подрядчиков, я как бы, ну, дорогих, так, более полумиллиона, когда мне нужно было оплатить, я связывался с тремя людьми, которые были уже клиентами. И спрашивал, задавал им вопросы, спрашивал как раз-таки, какие были проблемы. Они мне объясняли, я такие, окей, проблема понятна. Я с ними разберусь. Ну, то есть, нормально. Значит, они не подставные уже как-то нормально. Ну, это тоже один из способов. Таких способов мелких много. И ключевое здесь не то, чтобы знать все способы, а ключевое то, что задуматься о том, как ты выбираешь и кто тебе нужен. Также мы говорили ранее, что тебе не обязательно нужен какой-то супертоповый эксперт. Возможно, ты сам себе знаешь, что делать, тебе нужен только человек на какую-то часть работы. Допустим, можешь ли ты сам себе сделать дизайн за 500 рублей? Да, можешь. Тебе за 500 рублей нужно заказать только планировку. А все остальное подбор ты весь, ну, закажешь. И за 500 рублей за планировку ты можешь взять очень хорошего дизайнера. Тебе не надо все, чтобы он делал. Тебе не нужна визуализация, ты можешь там отдельно заказать, либо не делать. Тебе не нужен там подбор стен, краски. Ты там можешь сам красками покрасить, белой просто покрасить, у тебя же замечательно. И фотографии свои. Ты же фотографируешь, да? У тебя есть фотки, ты их напечатал красиво, повесил, у тебя весь дизайн готов, твой личный, персональный. Такой дизайн будет в 100 тысяч раз лучше, чем ты заплатишь там кому-то и кто-то тебе там как-то что-то соберет с чужой мебелью. Слушай, а вот такой вот, смотри, получается, что я могу в таком случае даже дизайнеру не ходить, я беру строителей, говорю мне, типа, white box делайте, все красите белым, пол кладете, а я сам мебель покупаю. Просто потом переставлял ее по квартире, нашел нормальное место, нет? Нет, тебе нужно обязательно сделать планировку, по планировке обязательно расставить мебель, потому что это ключевое. То есть ты сам мебель не сможешь расставить, у тебя ни габариты, ни подойдет. Да я потом подвигаю по квартире-то ее, ну то есть я так делал уже. Ну ты делал, но изначально так не делается, потому что у тебя стенку, которую ты ставишь, она зависит от мебели, а не наоборот. То есть ты не в готовое пространство пытаешься упихнуть диваны, а ты изначально знаешь размеры мебели, какие тебе подойдут, и под них ты можешь уже как бы понять там плюс-минус куда тебе стенку подвигать, потому что от этого зависит. То есть ты плюс-минус 20 сантиметров, с одной стороны они в одной комнате могут быть лишние, а в другой комнате их может не хватать. Встроенный шкаф там, допустим, будет 400 у тебя сантиметров, миллиметров. Соответственно, ты туда уже не повесишь вешалку, понимаешь? Прикольно. Да, потому что вешалка 600, ну 550, а 600 тебе нужно шкафчик. Если ты чуть-чуть 10 сантиметров... Такие детали прям реально миллиону давить нужно знать. Ну конечно. Вот, и ты можешь чуть-чуть подвинуть там стеночку, вот на эти 10 сантиметров, но здесь у тебя будет полноценный шкаф. Ты будешь не вот так вот делать вешалку, а вот так, ну нормально. Блин, слушай, вот... Вот это все архитектор знает, ну или дизайнер, который делает планировку, он это все с тобой проговорит и сделает. Поэтому критическая важность, у тебя есть минимум 500 рублей, закажите планировку. Угу, я понял, хорошо. Слушай, у меня был такой опыт странный, но я с тобой поделюсь с нашими слушателями. Есть специалисты по шоппингу, которые помогают тебе, типа, образ твой внешний сформировать с одеждой связан. Вот, и, например, там у тебя есть, ну не знаю, там 100 тысяч рублей, и ты говоришь, слушайте, я хочу какой-то новый образ из одежды. Вот, и специалист по шоппингу такой говорит, ой, молодой человек, 100 тысяч рублей, не смешите мои скандеры, это мы только вам кроссовки подберем, и вот, слушай, я, типа, как бы, я отморозил, смотри, по какого хрена, слушайте, я ведь, это 100 тысяч не 10. Ну, а для него это было, как бы, смешные деньги, ну, то есть нельзя поработать с образом в такие деньги. У меня вот по поводу дизайнеров есть хороший такой же вопрос. Нет ли у дизайнера стремления максимально круто все тебе напихать туда самое дорогое, а тебе потом раскрываю с этим? Ну, нет, некоторые дизайнеры просто с премиум сегментом работают, соответственно, твой дизайнер, либо стилист, который ты выбирал, он, скорее всего, не из твоей категории, то есть ты, скорее всего, к эконом-сегменту относишься, это, как бы, не показатель, это неплохо и нехорошо, то есть это просто, это нормально, вот, и, соответственно, тот дизайнер, либо стилист, который там у тебя был, к випу относится, вот, почему неплохо, потому что для бюджетных клиентов ты можешь подготовить готовые образы и дать, допустим, тебе выбрать, там, 5 штук на выбор, да, он тем самым заранее все свои вещи, значит, отфильтровал и тебе дал, то есть он сэкономил на своей работе, плюс вещи дешевые, скорее всего, они быстрее, там, выйдут из строя, ну, наверное, соответственно, если он тебе сделал хорошо работу, то есть там через полгода ты еще раз к нему обратишься или посоветуешь, и таких эконом-клиентов много, поэтому я не сказал, что это, как бы, плохо, это просто рынок такой, что больше ты делаешь и у тебя более какие-то стандартные какие-то паттерны, вот, ну, как бы, тебе окей, вот, а тот, который покупает, скажем, такой жесткий люкс, да, соответственно, у него тоже есть своя категория, но зато, если первый работает, допустим, он может студию, компанию создать, может учить других людей создавать образы, ну, и из-за недешевых у них будет много заказов, а тот, кто люкс делает, я тебе просто объясняю, почему так и как это работает, ну, и все, а тот, кто люкс, он сам будет работать с премиум-сегментом, то есть это тоже нормально, но тебе, ему надо входить тоже в эти круги, вот, соответственно, что тут произошло, у тебя несостыковка, то есть ты выбрал, ну, как бы, не того, не для себя, вот, так же и здесь, самое главное выбрать, ну, не пытаться, там, выбрать кого-то неподходящего, выбрать подходящего, а для этого надо знать, кто бывает, какие есть вообще заказчики, какой ты заказчик, себя классифицировать и какой тебе нужен исполнитель, то есть мы все, все относимся к разной категории, допустим, когда ты идешь в мишленовский ресторан, ты, типа, вип-посетитель, по этой категории, там, еда тебе важна, а когда ты, там, покупаешь себе одежду, например, ты, там, бизнес-класс, можешь даже не эконом, бизнес-класс, да, например, потому что мало кто, там, себе 100 тысяч на одежду, например, потратить, решил со стилистом, извините, жируйте, да, можно так сказать, вот, поэтому тут уже категория достаточно условная, и я, и каждый человек точно так же. Я понял. Не надо тут просто думать, что это плохо или хорошо, это нормально. Слушай, хорошая мысль про категоризатор себя как потребителя, клиента, это прям мне нравится. Тогда ты себе просто исполнителя выберешь нормального и не будешь вот этого неоправданных ожиданий. Ты можешь написать в объявлении, ребята, я такой-то человек, вот как ты говоришь, ищу такого-то дизайнера, честно скажу, как бы денег немного, но я хочу их использовать рационально. Я хочу конкретно, чтобы мне сделали планировку, подобрали там мебель, сам я сделаю то-то и то-то комплектацию, поэтому здесь я хочу сэкономить, но вы получаете эти деньги просто не за полный объем работы, а за половинку, либо за треть. И давайте вместе поработаем, вы сделаете свою часть за полную часть оплаты, а я две трети сделаю сам, от вас мне нужно будет только там пару консультаций. Это очень круто, потому что, ну, со всех сторон это оптимально. Слушай, вот слушай, у тебя два вопроса возникло. Первый, скажи, вот есть разница пойти к дизайнеру, который делает за 500 рублей квадрат и заказать у него дизайн, или пойти к Крутану и дать ему 30 тысяч, чтобы он только планировку сделал, а все остальное я сам. Ну, лучше всего найти, да, Крутана по планировке, да, 15-30 тысяч нормально за планировку отдать, прям не пожалеешь. Вот никогда нельзя недооценивать именно работу на первоначальной стадии, на стадии заложения фундамента. То есть, чем лучше ты сделаешь, как бы, планировку продумать, лучше ты потом перекрасить, как бы, цвет стен, или купишь новую картину, выкинешь. Но если ты ошибешься глобально в планировке этой теме, то никакой цвет стен тебе не исправит, тебе придется всегда уютиться и быть, ну, некомфортно. Поэтому лучше всего максимальных денег истратить на две вещи. Первая концепция, как бы, понимание, что тебе нужно, это ты можешь сам себе анкету, ну, то есть, по Пинтересту поискать. И второе, это планировка и технические решения, вот это еще очень важно. То есть, планировка плюс техническое решение. Опять же, мы сейчас говорим, почему? Мы сейчас говорим, когда мы, для нас комфорт самое важное. Есть люди, которым комфорт это по умолчанию, им самое важное именно вот это тяжелый люкс. Ну, тяжелый люкс не в плане, что дорого-богато, а в плане, они хотят покупать коллекционные предметы интерьера. И для них, допустим, картина какого-то суперхудожника, там, за 100 тысяч евро, она делает весь интерьер. Они могут вайтбокс делать и только картину за 100 тысяч евро повесить. И человек, который разбирается в этих картинах, он для них ценный дизайнер, а все остальное для них по умолчанию. То есть, это, ну, как бы, спокойно можно сделать. Ну, вот так. Я понял. Сейчас, секунду. Шпардалка с вопросами. Да, слушай, тоже неплохо. Смотри, еще такой вопрос. Помнишь, мы говорили, что можно пойти к дизайнеру и... Ну, то есть, у меня просто такая идея. Я пойду крутаную и скажу, слушай, смотри, у меня есть 2 миллиона рублей на ремонт. Я сделаю мне планировку, все остальное я сам до момента комплектации. А на комплектации ты можешь на мне заработать. Так. Он согласится? Ну, он тебе планировку делает или что? Он мне делает планировку бесплатно за возможность заработать на мне на комплектации. Но я тебе спрошу, а как ты обеспечиваешь? Я скажу, ты вноси деньги, а потом на комплектации я тебе их верну. Иначе как я буду уверен, что ты потом меня не кинешь? Докажи мне, что ты меня не кинешь. Как ты докажешь? Ну, 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 ладно, это мы как-нибудь... Ну, пускай вернет. Ну, тогда нормально, окей, да, нормально. Ну, то есть он, как бы, человек согласится, хороший дизайнер согласится на такое. Да не в том дело, хороший или плохой, просто у каждого есть, как бы, финансовые ожидания. Вот он хочет получать там сколько, он привык там столько-то получать, он, ну, как бы, рассчитывает, что он будет столько-то зарабатывать. Почему он так рассчитывает? Потому что у него есть поток клиентов, у него вопрос взять там себя, Сергея, с заморочками, либо взять там, не знаю, Машу, которая у него в очереди стоит и ждет. Вот если у него есть очередь, то он будет несговорчив. Если у него очереди нет, то он будет сговорчив. Но, скорее всего, тогда он новичок, потому что у всех, как бы, профессиональных дизайнеров, они все заняты. Потому что, если они умеют делать свою работу, и у них нет студии, они самостоятельно работают, то тогда окей. Ты можешь обратиться в студию, и там тебе, скорее всего, ну, возьмут. То есть студии... В чем суть студии? То, что они продают дешевых дизайнеров по цене дорогих. Вот в чем дело. У тебя агентство получается, да? Да, но для тебя ты не получаешь новичка, потому что у них есть арт-директор сидит, и он их, он молодых учит быть крутыми, и он не выпускает продукцию тебе, пока сам не удостоверится. Но часы ты оплачиваешь по тарифу, то есть они оплачивают по тарифу дешевого, у них один человек отвечает за многих, а ты им платишь по тарифу дорогого. То есть вот эта студия, это и уже бизнес, когда ты создаешь. Вот ты можешь обратиться, как бы, ну, в компанию, да, и они тебе, наверное, такое решение предложат. Ну, то есть нормально будет. А если ты обратишься к персональным дизайнеру, скорее всего, он будет занят, он просто тебя физически не сможет взять, ну, если у него будет загруженность, он подумает, ну, типа, зачем мне это надо. Если ты только с ним не договоришься, и ты, допустим, ему не ценен, как какой-нибудь бизнес-партнер, да, например, ну, или там кто-то еще, то есть ты можешь с ним подружиться, дружи с ним полгода, а потом сказать, дружище, мне нужна помощь, а до этого ты ему чем-то помог. Вот тогда на личных таких обстоятельствах ты можешь попросить, там, дизайн. Ну, вот, например, ты сейчас будешь делать планировку, можешь ко мне обратиться, мы что-то долго работаем, что я же тебе не откажу, я же тебе посоветую, как минимум, значит, что хорошо, ты сделал, что плохо, денег с тебя не возьму. Ну, почему? Потому что хорошие отношения, и, как бы, ты сам парень неплохой. Вот примерно так можно. Вот так вот, ребят, вот так вот, ребят, надо, вот, ать, 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 вот, а чего вы там, неслава, в очереди стоите, нужно пару книжек написать. Ну, я, какую пару книжек, я, то есть, теперь, сам написал, а вторых, одну. Слушай, вот смотрю свою шпаргалку, как ты заметил, есть такой вопрос про, не знаю, как это называется, тендер-конкурс. Вот здесь у меня три дизайнера, которые мне нравятся, я хочу выбрать из них лучшего. У меня кончились критерии формальные, я хочу дать им задачу тестовая. Как вот, скажи, что по этому поводу думаешь. Ну, какую задачу ты хочешь им дать? А вот не знаю, вот как их сравнить? Ну, есть ли мне такие вопросы, есть ли мне смысл, например, заложить 50 тысяч рублей, как бы, какого-нибудь призового фонда, чтобы они сделали для меня какую-нибудь небольшую задачу, и могу ли я по ней определить из них лучшего? Ну, на 50 тысяч рублей ты что можешь сделать? Ты можешь делать дизайн, например, комнаты какой-то. Просто смотри, в чем проблема. Чтобы сделать дизайн какой-то комнаты, либо какую-то часть работы, тебе нужно провести большую работу, ну, достаточно объемную. Тебе нужно понять ТЗ, то есть, ты должен тогда подготовить внятно ТЗ. Желательно, ты уже должен сделать планировку хорошую и протестировать людей именно по дизайну, то есть, какой они дизайн предлагают. То есть, ты должен делать предварительную работу, тогда да, можно. Тогда тебе подойдет там дизайнер-визуализатор с какими-то идеями. Да, можно. Но на 50 тысяч рублей они, допустим, истратят первые 5-10 тысяч рублей на анализ того, что ты сделал, потому что это то, что же время стоит и денег. И дальше они, допустим, за 10-15 тысяч тебе сделают какой-то эскиз либо подборку. Вот на троих разделишь, в целом, да, за 50 нормально. Но я думаю, что 50 тысяч рублей разумно по-другому истратить. Лучше нанять за 10-15 тысяч арт-директора и пусть он тебе выберет сам из трех, и ты сэкономишь 40 тысяч. Так можно прийти к крутому арт-директору и сказать, вот мне за 10 тысяч выбери хорошего дизайнера? Да, конечно. Ну, ты говоришь, вот я выбираю из 10, значит, вот такие открытые. Ты можешь с ним, пожалуйста, поговорить, провести собеседование и выбрать за меня, ну, типа ты клиент. То есть он с большей долей вероятности выберет правильного. Он опоздаёт вопрос нормально, и ты сэкономишь деньги. То есть 50 тысяч достаточно много на такие тесты. За 50 тысяч уже можно там, ну, сделать много. Ну, а вот вообще сама идея, типа, конкурсом разыгрывать дизайн своего дома норм? Ну, в конкурсе кто будет участвовать и зачем? Чаще всего люди без работы, новички. Соответственно, кто бы не выиграл, он будет без работы либо новичок. Спрашивается почему, что с ним не так. Поэтому, как бы, кто бы, если платный конкурс, да, но на платный конкурс бюджет надо. Есть платные конкурсы, в которых участвуют большие компании, допустим, ну, в Европе тоже делают. То есть там, по-моему, там даже, по-моему, они должны платить сами. То есть компании платят, чтобы поучаствовать даже в тендере как-то в каком-то крутом. Ну, не то, что платить, они инвестируют в визуализацию, в дизайн, предлагают, ну, градостроительный конкурс какой-то делают, да. То есть там просто тендер, город устраивает. Какое здание будет здесь строиться? Вот. И вот компании там архитектурное бюро, открытый конкурс со всего мира показывают, что здесь будет. Все, дальше общественное слушание, кто выиграл, зато тут заключает многомиллионные или миллиардные, не знаю, контракты. Вот такая тема есть. Мы таких тоже участвовали, но не как компания, мы, как бы, делали визуализацию и сами презентации для таких. Очень выгодная тема. И как удалось побеждать? Слушай, ну, побеждали-то не мы, побеждали там уже следующие ребята, вот. Ну, да, наверное, то есть я там уже, как бы, историю не знаю. Я знаю, что картинка стоит 500 евро, вот. То есть это достаточно неплохие деньги в Европе. Блин, слушай, ну, звучит круто. Ну, да, это нормально. То есть там хорошие деньги, но это больше визуализация. То есть у меня есть компания по визуализации, была раньше, мы занимались. Вот. Потом мы перешли в дизайн, а эта тема рабочая, она до сих пор работает для иностранных клиентов. То есть просто кому нравится заниматься, тем можно заниматься. Это прибыльно. Я бы даже сказал, может быть, это даже более прибыльно, чем дизайн. Но тут уж душе не прикажешь. То есть ты не все из-за денег делаешь. Слушай, смотри, получается, я, допустим, я делаю, у меня там есть какие-то, какие-то деньги на мебель, там, на ковры, еще что-нибудь, но я не хочу, например, на дизайнера тратить. Я ему заказываю планировку, там, не знаю, 23 тысячи плачу. Дальше у меня есть строители. Строители по этой планировке мне все остальное сделают. Но лучше ковер не купить, честно говоря. То есть лучше вот реально сделай весь дизайн-проект, потому что вложения в дизайн-проект, они всегда нормальные, всегда окупаются многократно. Потому что, что такое дизайн-проект? Ты уменьшаешь количество непонятного во всем. Соответственно, ты меньше ошибок допустишь. Диван ты потом купишь себе, ну, через год купишь. Без ковра ты два года проживешь. Ничего страшного. Выкинешь потом, купишь в Икеа за 10 евро, потом выкинешь за 30, потом выкинешь его, купишь за 300. Это абсолютно неважно. Даже, может быть, даже интересно, какие-то обновления у тебя будут постоянные. Но проект точно надо делать. Ну, прям точно, короче. Проблема в чем? В том, что кажется людям, что они сами сделают. И вторая проблема, что не могут выбить профессионалов. То есть я бы все силы кинул на выборы профессионала, а дальше уже бы доверился ему и шел с ним вместе. Прикольно. Хорошо, я понял. Слушай, а почему вообще вот... Ну, то есть мы говорили, есть планировка, есть визуализация, есть дальше какая-то инженерная часть, которая там электричество разводит, там, вентиляцию планирует и все еще. Потом есть какой-то обстроительство, который пока мы вообще не трогали, они непонятные там какие-то чуваки у тебя хранят дома мешки с цементом полгода. Ну вот, и в конце есть какой-то финальный, финальный, не знаю, стадии перерезания ленточки, и все, я живу. Слушай, я почему очень мало, как мне показалось, вот это все в комплексе? Почему нельзя просто, нет входящей точки? Я прихожу, говорю, у меня двое детей, у меня кошка, я люблю модернистский стиль, и мне говорят, все, все, все понятно, и на выходе у тебя готовый проект, все, мебель стоит, ковры висят. Почему вот этого нет? Такое есть, если у тебя типовое жилье. То есть если ты приходишь, ты делаешь один из там миллионов стандартных проектов. Да, можно. Ты идешь в строительную компанию и выбираешь проект и делаешь. Но все же хотят дизайн, что-то индивидуальное для себя. Индивидуальная работа стоит денег. А управление по индивидуальной работе тоже как бы важно. А вот компанию такую сделать, где у тебя будет и крутая дизайнерская тема, и архитектурная, ну вернее строительная, да, и инженерная, это очень сложно, потому что у каждой из этих тем это три темы. Инженерия, дизайн, красота и стройка. Это три разные абсолютно темы. Это три бизнеса. Соответственно, невыгодно держать три бизнеса под данной крышей задешево. То есть такие люди есть, они там дома делают, например, но они в премиум-сегменте работают. Зачем им с тобой связываться? Когда ты будешь требовать очень много по дизайну персонального подхода. Короче, когда ты платишь за эконом, а требуешь как за премиум. Поэтому, чтобы получить как за премиум, а заплатить за эконом, есть такое разделение. Ты отдельно заказываешь дизайн, отдельно заказываешь проекты в персонализированных компаниях, которые специализируются только на этом. И дальше пытаешься это соединить сам, либо там с помощью эксперта. То есть разделяя это на части, ты экономишь. Можно ли заказать? Да, тебе скажут сразу там 20 тысяч за метр плати, не 2 тысячи, а 20. Мы тебе сделаем, вообще не вопрос. Все подключим, у тебя даже вот ключики вот так вот придем и сделаем. А плюс ты заплачешь еще за ремонт. То есть у тебя будет 150 тысяч за метр, там будет все включено. Ничего себе, это все на то у вас. Но это не у нас, это если ты все прибавишь, у тебя бизнес-класса ремонт будет стоить 150 тысяч за метр. Хорошо. Соответственно 100 метров 15 миллионов, нормально, можно ли сделать? Да, можно. Будет достаточно хорошо. И мебель все будет уже куплено. Да, мебель, техника, ну как бы все будет на нормальном, таком хорошем уровне. Ну да, нормально. Я понял. Слушай, я вот с дизайнерской точки зрения. А по деньгам? Ты за 15 получаешь это, либо ты тратишь не 15, а 10, но чуть-чуть заморачиваешься. То есть стоит ли экономить там 5 миллионов? Ну наверное да. Потому что ты их на камер можно истратить. Вот поэтому все и пытаются купить подороже, не истратить поменьше, а купить подороже. Это естественное желание, 5 миллионов просто так не валяются. Даже у тебя, наверное. Да нет, конечно, ни у кого не валяются. Слушай, а вот с дизайнерской точки зрения, это... Ну вот сделал я проект, допустим, как дизайнер. Альбом, все, прям отдаю клиенту. И я за это заработал деньги. Получается, тебе как дизайнеру вообще пофиг, что он дальше с этим будет делать. Может он вообще в шкаф положит и ремонт не будет делать. А вот тут не совсем так. То есть дизайнеры, они люди очень творческие, они за идею в основном работают. Вот ты работаешь за деньги, ты, как рассказывал, а люди, дизайнеры, они творческие, они, поэтому они работают в основном из-за идеи, многие. Вот поэтому им очень важно, чтобы было реализовано. Поэтому большинство дизайнеров будут очень признательны, если проект будет реализован, если они поучаствуют. Угу, я понял. Слушай, а вот помнишь, ты еще говорил на предыдущем видео, что дизайнеры очень любят в портфолио положить работу, и нужно все отфоткать, специального человека за 100 штук пригласить, чтобы там все, тебе вазочки расставил. А вот может ли клиент как-то мотивировать дизайнера, сказать, слушай, сделай чуть подешевле, а я помогу тебе, к примеру, с фотками, и пущу к себе точно, и комментарии дам, и все, что угодно. Да, это примет торговли, конечно, но ты, я тебя не спрашиваю, да, а как ты, ну, не обманешь меня? Как ты можешь гарантировать, что ты меня не обманешь? Я спрошу, а ты как обычно в таких ситуациях делаешь, ты мне скажи, я ж не знаю? Я скажу, давай ты платишь полную стоимость, а потом я тебе скидку даю так же, если мы фоткаем. А как ты меня не обманешь тогда? А, по договору. А, так я так тебе и так могу расписку написать, что я обязуюсь тебе. Ну, да, но как я ее реализую? То есть займ ты должен денежный займ оформить. То есть, допустим, понимаешь, да? Да, я понял. А расписка еще? Ну, хорошо, обещал, обещал, а что ты сделаешь? У тебя нет юридической основы, чтобы заставить тебя в твой дом как бы пустить. Угу, угу. Поэтому договор должен быть подписан так, что ты имеешь право, и в случае, если ты не пускаешь, с тебя типа, ну, не штрафы, а вот эти деньги, они уже остаются на балансе у дизайнера. То есть, ты вносишь лишние, там, 50 тысяч или 100 тысяч, и если ты пускаешь сфоткать, тебе за право использовать, ты как бы дизайнер тебе возвращает. Ну, как бы бонусом или скидкой можно так. Такая схема есть. Я понял. Слушай, такой вопрос. Купил я, допустим, квартиру, там просто стены пусто. И думаю, начал ремонт. Ну, потому что часто еще бывает, я не знаю, правда это или нет, но мне рассказывают, что когда, допустим, дом сдается, все люди начинают очень быстро делать ремонты, потому что, в том числе, есть ограничения, что, допустим, ты должен до 1 апреля закончить ремонт, чтобы потом типа не шумеет, там, не таскать. Как бы все вместе предлагают делать ремонт. У меня уже в строительном объекте уже там лежат, плитка куплена, все уже, и я понимаю, что что-то как-то не вывозит. Все это дело. Я без дизайна начал просто ремонтировать квартиру. Я вот тут могу позвать дизайнера, сказать, слушай, давай включайся, давай прям параллельно начинать работать. Можешь, но это ошибка будет, потому что параллельно работа, ты опять рискуешь тем, что ты будешь переделывать по-живому, и у тебя будет переплата просто. Самый логичный здесь способ, тебе кажется, что когда кто-то все работают, оно типа лучше становится. Нет, на самом деле просто все работают и проедают твои деньги, тратят твои ресурсы, ты сам тратишь, бесишься, и плитка тратится. Самое логичное, отпустить строителей в отпуск на 2 месяца, может быть даже расплатиться с ними, потом взять новых, пригласить эксперта, сказать, что мы на такой стадии, обнулиться, пусть он опишет то, что сейчас есть, сделано, и сделать заново новый проект. Когда он сделает новый проект, пригласить либо тех же, либо новых строителей, и дальше уже по проекту пусть они работают. То есть вот эти 2 месяца смысла нет. То есть можно ли так делать? Да, можно, но тогда и строители, и дизайнеры должны жить на объекте, и получится все равно хуже, чем это бы могло получиться, когда ты решаешь вопросы не по мере поступления, вот тебе вот по-живому надо, откуда он знает? То есть это сложная, как в шахматы ты играешь, это сложная партия, как ты там над 15 ходов вперед просмотришь, ты не можешь, а мозг это не позволит сделать. Какой бы ты его бы не был. Мы вот так сделаем, и смотри, мы сейчас заем инженеров, пускай они мне будут быстренько разводку, электричество, сделают вентиляцию, либо инженеры уже работают, а потом я с этим инженерным проектом к дизайнеру приду и скажу, тебе, смотри, все это уже готово, давай теперь дизайн. Но инженер тебе в первую очередь скажет, у тебя какая планировка, кто там будет жить, где, какие у тебя решения по стенам, ничего ли не будет по дизайну меняться, как мы тебе сейчас поставим вытяжку, а тут у тебя диван или кондиционер, а тут у тебя диван будет стоять, и он будет на тебя дуть. Типа этапы нельзя менять местами, ни в коем случае. Можно, но ты рискуешь, что у тебя будут спрашивать, то, что у тебя не будет данных. Тебе инженеры первым делом спросят, куда ставить кондиционер, а ты откуда знаешь, а они спросят. А он инженер, он ставит куда надо. Он тебе скажет, туда, где не будет дуть на людей, где у тебя люди сидят. Это планировка, поэтому тебе нужно, чтобы ты по планировке, или когда ты спишь, у тебя на постели, ты смотришь потолок, чтобы у тебя в глаз не било освещение. Понимаешь? Где у тебя будет голова? Ты не знаешь, не понимаешь, как ты это все спроектируешь. То есть, поэтому бессмысленно, этапы нарушать бесполезно вообще. Я понял. Блин, интересно. Ну и поменять потом вот эту, там, разводку, культичество, дорого все будет, да? Это бесполезно тоже, проще продать квартиру, купить новую. Потому что это уже, знаешь, как ты купил автомобиль, открыл всю эту самую дверь, шумоизоляцию и начал там менять проводку. Вот примерно то же самое. То есть, проще продать и новую машину купить, чем пытаться что-то изменить. Зачем? Зачем вы сожгли дом, подсудимый? Да я просто уже понял, что здесь не вывозим, решил новый построить. Я понял. Слушай, хорошо, это прям интересно и полезно. Вот еще такой вопрос. Есть какое-то ощущение, представление, что дизайнер, он такой творческий человек, как, знаешь, как тамада, как ведущий, какой-нибудь рок-музыкант. У него прям перепад настроения, он пропадет, у него нет вдохновения. Такое может быть. Как его, как за яйца, так сказать, схватить его? Ну, такое может быть, ты можешь на это нарваться, ничего с этим ты не поделаешь, так везде есть. Так и копирайтер может такой же быть, согласись. То есть, в целом, все как бы такие люди, фрилансеры, самозанятые, это может быть, ты никак не застрахуешься. Рабочий может запить, у фрилансера и дизайнера могут настроения не быть, либо наоборот быть, он другим займется. Никак, как-то, никак. То есть, предусмотреть ты это никак не можешь, отзывы, рекомендации, надежда. Вот надежда умирает последней, что все будет окей. Можно смотреть за личным брендом, допустим, да, то есть, за тем, как человек себя ведет, что публикует, насколько он регулярно делает, насколько он, ну, вообще, в целом, последовательный человек. Если он по каким-то косвенным критериям является последовательным, то, скорее всего, он последователен и в жизни. Это же не просто так он предваряется, это черта его характера. Это почему вот личный бренд работает. То есть, ты в личном бренде показываешь, какой ты человек. И почему люди покупают у личного бренда? Потому что они доверяют. А почему доверяют? Потому что они видят, как твои свойства проявляются в бытовых жизненных вопросах. Соответственно, ты не можешь в бытовых жизненных вопросах там быть аккуратным, да, допустим, а в работе ты тяп-ляп все делаешь. Ну, такого не бывает. Согласен. Скорее всего, у тебя, да. Называется принцип чистых ботинок. Посмотри на ботинки человека. Если он чистый, значит, он аккуратный человек. Ну вот, можно за косвенные признаки смотреть, да, и по ним. Это не гарантия, и у него может там что угодно случиться, но это как бы повышает шанс. Поэтому изучать какие-то соцсети, как оформлено, как сайт оформлено, есть ли сайт или нет, потому что если нет сайта, то тоже как бы, ну вопрос, почему человек там не сделает. Если есть, то как оформлено, потому что это лицо человека, да, он делал это для себя, это не дизайн фейсбука, инстаграма, это то, что он сделал сам для себя, как он это видит, в какой квартире он живет, как у него дома сделано, покажи. У меня сломанная. Ну как, я попрошу сфоткать свой дом, что ли? Нет, смотри, есть просто люди, которые показывают, как они себя делают, а есть люди, которые не показывают. Но каждый же где-то живет. Соответственно, тоже вопрос. То есть, если человек показывает, где он живет и говорит, я делаю так, я не только потребитель, я сапожник с сапогами, это окей. Ну тоже хорошо, плюсик можно поставить. Но таких мелких моментов может быть достаточно много. То есть, в целом, это как бы аккуратное исследование личного бренда и как бы человека. Сейчас в социальной сети все открыто, ты можешь как бы как психолог, ты можешь даже нанять психолога, он типа составит портрет. То есть, насколько потенциальная вероятность того, что дизайнер тебя кинет или там у него будут перепады настроения. Ты можешь делать анализ по социальным сетям такое. Я уверен, что такая услуга есть у каких-нибудь психологов. Понял. Прикольно. Хорошо. Слушай, я понял, а вот есть ли смысл, допустим, дизайнера просить контакты у предыдущих клиентов и с ними поговорить о нем? Можно, да, можно, почему нет? Такой вопрос. А вот смотри, я попрошу контакты, а он даст контакты нам, ну, с двух своих друганов, которые он дизайн делал, а настоящих клиентов, которые он там, не знаю, поднасрал, прошу прощения, он не даст. Может быть и так. Ну, ты никак не застрахуешься от того, как он тебе даст. Ну, конечно, да, может быть разное. Но также ты можешь наводящим вопросами как-то понимать, задавать. Ну, могут с тобой вообще не поговорить. То есть, есть клиенты, которые, ну, вот я там для премиум-сегмента работаю, кому-то я могу дать контакты, ну, потому что там мы с ними друзья, что ли, буду наведываться? Нет, конечно. То есть, они как бы так такие. Ну, иногда разрешают приехать там на финальной стадии. Вот у нас там были клиенты, которые мы хотим посмотреть. А я не могу пускать, ну, как я, люди уже живут там, как я их буду пускать? Непонятно. И у нас там был объект, когда он заканчивался на стадии финальной. Вот, я попросил, можно ли приедут, люди посмотрят. Вот тогда мне разрешили. Ну, как бы не всегда это возможно. Примерно так. Я понял. Слушай, это хорошо. Не здраво, это нормально спросить, сказать, скажи, пожалуйста, да, вот с кем мне можно там пообщаться? Ну, опять же, знаешь что? Это если ты делаешь дизайн, или ищешь дизайнера себе полного цикла. Потому что, если ты ищешь себе дизайнера, который тебе планировку сделает, тебе это не нужно вообще. Тебе важно посмотреть, какие он планировки сделал и дать, ну, на оценку кому-то. То есть, у тебя может быть абсолютно отвратительным характером архитектор, который просто, ну, знаешь, вот, как Доктор Хаус, например, нормальный, потому что он профессионал. То есть, это тоже может быть. И у него могут быть негативные или плохие отношения с заказчиками, но он супер профи. И тебе лучше его взять на планировки, потому что тебе с ним жить не надо, тебе надо, чтобы он сделал качественно и круто, вот, чем человек, который любезно общается с клиентом, на планировку сделал фиговую. Это тоже вот такая важная позиция. То есть, не всегда тебе надо, короче, не всегда хорошее отношение с клиентом является залогом того, что будет клево сделано. Это не всегда так. Я понял. Блин, интересно. Такая ошибка бывает, что ты по рекомендациям идешь и вот тебе делают так же, условно, средний, либо плохо, как у другого, зато по рекомендациям, зато не кинул, не обманул. И люди готовы жить в не супер качественном, для того, чтобы им комфортно было по общению. Их тоже винить нельзя, то есть, люди выбирают себе либо качество, либо общение, либо там какой-то статус, еще что-то. То есть, каждый для своего заказывает. Я понял, спасибо. Слушай, я вот, я как редактор иногда мне просят, есть такая разновидность моей работы, я участвую в тендерах вместе с другими ребятами. Они, например, делают там дизайн продукта, проекта, а я отвечаю за текст в нем и за нейминг, к примеру. И всегда на тендере, когда ты участвуешь в какой-нибудь крупной компании, они просят несколько вариантов показать. И для меня всегда это так странно, потому что, как бы, это как несколько вариантов признания в любви. Ну, блин, не бывает так. Есть один вариант, в котором ты уверен, это прям твой. Ты сам об этом говорил, что ты просишь людей, вот, тебе несколько вариантов, говоришь, какой правильный. Но я могу понять, например, заказчика, который заказывает дизайн. Вот я заплатил человеку, допустим, 30 тысяч, а он через день принес планировку. А что, если он не перебрал варианты, не подумал, не сделал несколько там подходов? Я же не могу это проконтролировать, как он там сделал. Он может один вариант сделал, а один и принес. А если он, допустим, я скажу, нарисуй несколько, может быть у него процесс творческий запустится, нет? Опять же, у кого-то заказываешь. Есть люди, которые перебирают вариантами, приходят к тебе, говорят, вот тебе 10 вариантов, давай покопаем вместе. Если ты хочешь покопать с дизайнером, лучше такого возьми. Если ты не хочешь с ним общаться, работать, хочешь единственное правильное, тогда тебе нужно взять именитого архитектора, и он тебе сделает как надо. Он тебе расскажет, как тебе надо жить, исходя из ТЗ. То есть, не ты будешь говорить, как я хочу, потому что тогда ответственность на тебе. Когда ты выбираешь из вариантов, ответственность всегда на тебе. А если ты хочешь передать ответственность на опытного товарища, вот допустим, люди, которые жили в квартире, они не понимают, как в доме живут. Вот принесет, сколько тебе вариантов не предложить, ты не поймешь, пока ты не начнешь жить. А как ты начнешь жить? Никак. А дизайнер, который живет сам в доме, он понимает, какие процессы там происходят. Он не где-то слышал, в телевизоре смотрел, а он конкретно сам живет и понимает. Соответственно, он тебе объяснит, что там с этажа на этаж удобно ходить или неудобно, сколько там посудомоек, стиральных, где у тебя помощница живет, как у тебя быт происходит. Ты этого просто тупо не знаешь. Соответственно, он тебе приносит вариант правильный и защищает его. То есть человек, когда приходит с одним вариантом, он тебе объясняет, почему он так сделал. Вот. Соответственно, это профессиональный хороший подход. Не всем он нужен. Кто-то хочет сам. Говорит, я хочу поизучать эту тему, давай принеси действие, мы с тобой вместе поэкспериментируем. Тогда ты классифицируешь себя как клиент, который хочет поработать вместе, и тебе нормально действие. Так тогда такого дизайнера ищи. То есть нормально. Я вот лично за профессиональный больше подход. То есть я бы себе выбирал человека, который мне скажет как надо в той теме, которую я не знаю. Но не всегда это возможно. То есть мне иногда приходится изобретать велосипед. Ну типа, хочу написать книгу. Как написать книгу? Вот сидишь, ну как бы нет такого, кто мне скажет, вот это точно напиши, она продастся и заработает тебе там, не знаю, 5 миллионов. Где мне такого найти? Есть ли такое на рынке? Дайте покажите, я у него возьму консультацию. Они все скажут, мы тебе напишем книгу, а там дальше сам как-нибудь. Да, конечно. Вот. Понимаешь? А профессионал тот, кто скажет, чувак, я тебе напишу книгу, я тебе расскажу не только как ее написать, я тебе напишу так, чтобы ты ее потом продал на 5 миллионов. У меня есть кейс. Давай ты меня будешь слушать, вот, и тогда ты ее продашь. Вот тебе система, по которой мы будем работать. Такого нет. Мне пришлось самому это сделать, теперь я могу давать такие консультации. Я книгу написал и продаю на эту сумму. И знаю, как такие книги делать для другого бизнеса. Понимаешь? Сына родил, теперь могу. Да, нет, я не согласен. Нет вопросов. При этом никто не запрещает никакому редактору точно так же сделать. Ты хочешь сделать? Сделай для себя, заяви, покажи, покажи цифры, покажи кейсы, покажи отзывы, результаты и иди на рынок продавай. Ты будешь зарабатывать не там, не знаю, по 100 тысяч, а по 200-300, тут же себе чек увеличишь. Просто никто это не хочет делать. Просто нет, конечно. Я согласен. Хорошо. Смотри, а вот такой подход еще. Опять же, возвращаясь к тендерам, иногда часто компании говорят, попробуйте в разных стилях. Вот нам, например, нужен слоган сервиса и какой-то короткий писательный текст. Напишите весело, напишите в инфостиле, напишите так, напишите сяк. Мне кажется, что это делается для того, потому что клиент, я честно не знаю, почему. У меня есть две теории, что он хочет посмотреть, как я думаю, просто вот над этим. Может быть. А еще вот есть же понятие как бы область незнания. Ну, к примеру, они, может быть, не знали, что им смешной текст подойдет. А я тут попробовал, они посмотрели такие, прикольно, давайте вот так писать. В дизайне есть такое? Ну, то есть, нужно ли требовать от дизайнера кучу разных вариантов, чтобы посмотреть, там, все ли он мне показал, все, что может, знает. Ну, слушай, я могу тут ошибаться. Я тебе, наверное, скорее так скажу, что в дизайне, когда ты решаешь задачу уже в дизайне интерьеров, ты решаешь, делаешь конкретно для клиента, там ты делаешь один вариант. Я как бы убежденный сторонник вот этого. Но где ты можешь перебирать варианты заранее? У тебя есть функциональное зонирование, кухню ты сделаешь на севере или на востоке, то есть функционально, там ты можешь крутить именно как кубики. Также ты можешь взять картинки там с Пинтереста либо с журналов вырезки и посмотреть, какой стиль тебе нравится. Вот там ты можешь делать вариантов сколько хочешь, потому что, ну, что тебе стоит? Ты берешь чужие референсы, картинки и идеи какие-то, в дизайне, когда ты делаешь сайт либо фирменный стиль, ты тоже от чего-то отталкиваешься. То есть ты можешь посмотреть, ну, как бы идеи какие-то. И мое мнение такое, что когда тебя, как бы клиент просит сделать варианты, ты по сути можешь взять просто какие-то чужие референсы, изменить там лого немножко, да, чуть-чуть, короче, в общем поменять, ничего не придумывать и прийти, как бы с вариантами тоже показать. То есть это нормально, но это варианты уже не финальные под этого клиента, который ты делаешь исходя из там миссии, там фирменной стиле, стратегии развития, а просто, да, показать, как мы мыслим. То есть как бы ты на стадии раньше больше относишься и человек, скорее всего, ты правильно сказал, наверное, но хочет посмотреть, как ты мыслишь. Иначе это как бы не совсем ответственный квалифицированный заказчик, это что тоже может быть и он просто вот так вот решил тендер устроить. Это его как бы видение и его ответственность за его бизнес и он может находить такие же решения. То есть я бы так не делал, я бы на стадии, ну, в начальной стадии бы отсеялся бы. Я понял, спасибо. Хороший ответ, мне понравился. У меня два вопроса на сегодняшней сессии остались небольшие. Первый, такой, знаешь, синдром свадебного альбома, фотографии, когда люди заказывают свадебного фотографа, они всеми очень боятся, что он так же сфоткает, как вот их друзей и потом фотки одинаковые будут. Вот в дизайне есть такой, я типа нахожу дизайнера, а он в моем интерьере уже чьи-то чужие наработки начнет вот пихать. Это плохо, страшно? Не знаю, это тебя надо спросить, как ты относишься. Но дизайнер все равно есть какие-то наработки, он либо уже делал и он в таком стиле работает, ему так нравится, это его продукт, ты ему приходишь, потому что хочешь в таком стиле. И второй момент, когда он всегда ищет и в поиске, и тогда он тебе сделает что-то новенькое, но необычное. Тогда ты видишь, что у него портфолио абсолютно новое, и каждое его портфолио как произведение искусства, в каждой своей работе он самовыражается. И вопрос, что тебе надо, чтобы дизайнер самовыражался, это тоже может быть, это нормальный, классный подход, когда ты хочешь себе какой-то арт-интерьер от именитого кутюрье какого-то, и ты киндер-сюрприз получаешь. Либо ты хочешь уже что-то прогнозируемое, это зависит от твоей задачи, твоей цели. Хочешь прогнозируемое, бери готовое, если тебе нравится, как у знакомых, сделай так же. Ты кайфуешь от этого, ты приходишь, говоришь, я хочу так же, зачем тебе когда-то в мешке покупать? Нормально. Как автомобиль, то же самое. Ты идешь, покупаешь готовую марку, а хочешь индивидуально, делаешь тюнинг какой-нибудь, или там выбираешь себе на заказ автомобиль. Я понял. И второй вопрос, ну, может, дурацкий, но все-таки. Знаешь, как в боевиках, когда вот какому-нибудь герою нужен помощник, такой телохранитель, он с тюрьмой идет на рынок, и там находит чувака, который дыни таскает, и как бы человек на социальном таком дне, и вот он реально будет за тебя пахать, потому что ты его единственный последний шанс выбраться оттуда. Есть такое иногда ощущение с дизайнером, я просто по копирайтерской теме это немножко видел, что люди пытаются нанять прям супер базового, простого начинающего человека из расчета, что как бы он будет тянуться к тебе, он понимает, что ты его тащишь наверх, и он будет в три раза упорнее работать, чем другой. Дизайнер это работает? Да, это работает абсолютно везде, и он будет тянуться. Другой вопрос, тебе нужно что, чтобы он тянулся и бесплатно работал? Это стратегия номер один, это имеет смысл делать. Ну, или там, дешево. Стратегия номер два, когда тебе нужен результат профессиональный, когда ты не знаешь, как надо делать, а профессионал знает. У меня вот один из первых клиентов был примерно такой, то есть я был начинающим, а он как раз-таки взял меня, потому что я был начинающим, и я делал то, что он хотел, просто рисовал, он рисовать в 3D не умел, а я ему рисовал как бы его идеи. Ну, как бы, окей, нормально, я там по пять вариантов делал, а он говорил, выбирал, ходил. То есть это нормально на этой стадии. Почему нет? Ну, если человек понимает сам, что он именно начинающего заказывать, тоже окей. Слушай, классно, мне понравился ответ. Знаешь, когда ты из миллионера прийтишь себе мультимиллионера, ты должен, знаешь, купить свой первый проект, эту квартиру, я не знаю, что это было, и просто музей там устроить своего дизайна. Ничего себе, прикольно. Приходили, да. На идее. А может быть, если не надо к прошлому возвращаться? Не знаю. Знаешь, тебе должна книга такая, альбом фотографий «Мой путь» тоже называется, «Нанислав Орехов, мой путь», и там такая первая какая-нибудь квартира, там панельки трехкомнатные, вот. У меня, кстати, неплохая была квартира, ну, как первая, да, вот эта, и ее клиент продал и купил дом. Ну, ее уже нет, ее уж купили там следующее, вот, соответственно, она пошла жить своей жизнью. Эх, да, слушай, нужно жить так, развиваться так, чтобы в ближайшем будущем у тебя были возможности приобрести первый предмет своего труда, чтобы держать их при себе и просто возвращаться к истокам, back to the roots, как говорится. Блин, да, мои тексты никому не нужны. Я помню, что первый текст, кстати, мы сейчас заканчиваем уже нашу первую серию, я на биржу пришел, у меня была отличная история, которая меня, инженер-математика, толкнула заниматься копирайтингом, потому что мне чем больше было заработать срочно денег, и я пошел на биржу, и первый заказ был, я, по-моему, делал викторину 300 или 400 вопросов в истории Казахстана на 3000 рублей я их сделал, это были деньги, прям было приличное. Вот 3000 рублей я заработал, мама моя зарабатывала на заводе 13 тысяч рублей в месяц, я такой, да. Отлично. А я тут попросики по Казахстану написал. Конечно, википедию открыл, там бахал их. Ну да, да, прикольно. Вот, на этом, пожалуй, мы сегодняшнюю серию пока приостановим. Вопросов очень много, я их подсобирал немножко, у нас будет продолжение, наш сериал, первый сезон нашего сериала еще только-только набирает обороты. Я вас, попрошу, если вам нравится, смело оставляйте лайки, пишите ваши комментарии под видео, мы обязательно их разберем, и на самые интересные комментарии ответим, потому что вот у вас есть доступ к Станиславу, вот. А еще, пожалуйста, смело шерки это видео своим друзьям, мы уверены, что среди ваших слушателей, зрителей, друзей, есть те, кто задумывается об такой теме, это будет им очень полезно, они вам спасибо скажут, и мы особенно скажем. А ты, у тебя удалось что-то написать? Расскажи, пожалуйста, как у нас движется. На твоей лице расслабилась такая хитрая. Мы сегодня поговорили про дисциплину, про работу. Да, слушай, сложно с этим, надо признать. Я готов голову на плоху положить, я пока не готов показать тебе наброски. текст, который у меня получился, я каюсь в этом, вот, можешь выдумать мне какое-то наказание, если хочешь. Потенциал есть, на самом деле, мне на самом деле кажется, что то, что мы сейчас делаем в качестве записи видео, это прям даже более важно, чем то, что я бы там пытался как-то сам это накидывать. Да, но важно, чтобы было именно развитие, чтобы у нас, какому-то потоковому продукту, вот мне кажется, что там твое участие, то, что тебе интересно тоже, насколько я понимаю, оно как бы подвигнет сесть сделать именно как продукт, потому что видео, оно тоже прикольно, интересно, но оно такое временное, да, как, а вот если это будет какой-то материал, который можно там пролистать, посмотреть, ну как... Нет, конечно, это безусловно, и мы с тобой договаривались изначально делать книгу, вот, но я как бы видео, это вспомогательное, чтобы все равно пришло бы с тобой разговаривать, просто мы решили, что мы это можем продемонстрировать, это будет интересно, поэтому, да, конечно, все будет сделано, я прошу прощения за задержку, но наверстаем, особенно, я буду, думаю, что мне будет легче работать, когда наступят каникулы, поэтому они начинаются в конце декабря, в начале января, когда у меня не будет почти другая работа, я как раз буду заниматься тобой, так что вот. Отлично, спасибо Сергей, да. Спасибо Станислав, мы скоро продолжим, подписывайтесь, ставите лайки, распространяйте, помогите нам, задавайте вопросы, всегда рады. Особенно непрофессиональные вопросы можно задавать, потому что, вот, как бы профессионал, мы очень хорошо по этому ориентируемся, а интересны именно такие вот вопросы бытовые, как мне сделать, чтобы, я не знаю, меня не обманули, как мне правильно провести ремонт. я только что понял, ты, Сатона, ты взял меня на видео, заставил мне рассказать какие-то сроки, сказать, теперь я, мое лицо, моя горячая голова, я буду, теперь умру со стыда, если не сделаю, короче, обидно, вот подставил, ну не подставил, а подловил ты меня, Станислав. Это профессиональная работа с творческими людьми. Да, с необязательными людьми, но тебя выдала твоя улыбка хищническая, в следующий раз, если ты ее спрячешь, я точно попаду сразу. А я не хотел, чтобы попался, я хотел, чтобы ты знал, и что я знал, что ты знаешь, и что ты знал, что все знают. То есть, поэтому все хорошо. короче, мы повязаны. Спасибо, друзья, спасибо, Станислав, пока. 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 Пока.